Понятно, что сотрудники крупнейших IT-компаний, занимающихся созданием интернет-сервисов, слабо себя представляют, что такое медленный интернет. А естественно, в офисах какой-нибудь Google работает самый высокоскоростной интернет, на который только способны современные технологии. То же самое касается и любой другой крупной IT-корпорации. Однако Марка Цукерберга, главу Facebook, этот момент в последнее время стал беспокоить. Ведь его социальной сетью пользуются жители почти всех стран, в том числе тех, в которых с доступом во всемирную паутину дело обстоит не очень радужно. Далеко не все заходят на Facebook с хорошим высокоскоростным подключением, а значит, не у всех сервис работает быстро и удобно. Поэтому Цукерберг решил вывести всех сотрудников Facebook из зоны комфорта, и каждый вторник теперь заставляет их пользоваться медленным и нестабильным 2G-подключением. Сделано это для того, чтобы они на собственной шкуре ощутили, каким интернетом пользуются многие другие люди, и больше внимания уделяли оптимизации ресурса. Руководитель разработки Facebook Том Эллисон уже отчитался, что это просто какой-то ад. Такой интернет, казалось, испытывал его терпение. И в какой-то момент, когда Facebook перестал нормально загружаться, Эллисон уже стал считать, что сайт сломался. То есть опыт сотрудников очень похож на тот, с каким сталкиваются миллионы людей со всего мира при подключении по 2G. По задумке теперь разработчики будут видеть, какие элементы сервиса надо получше оптимизировать. Раньше вообще некоторые сотрудники Facebook самостоятельно ограничивали скорость на своих гаджетах для тестов и даже специально посещали разные страны, проверяя, насколько хорошо там работает соцсеть. Но теперь практика по ограничению скорости распространилась на всех специалистов компании. Довольно занятную собственную разработку представил Билл Митчелл, бывший вице-президент компании Microsoft. Он решил буквально печатать пиво. Его изобретение — крошечный домашний принтер-пивоварня. Вместо бумаги — питьевая вода. Вместо картриджей с краской — специальный пакетик, содержимое которого надо просто высыпать в принтер, нажать на кнопку и ждать, пока пиво не сварится. Весь процесс приготовления вместе с брожением занимает около недели. То есть никаких емкостей, труб и прочего. Для пользователя все предельно упрощено. Из одного пакетика получается 5 литров алкогольного напитка. А эти пакетики, по словам изобретателей, можно будет приобрести через интернет с доставкой в любую точку планеты. И похоже, это именно то, о чем все давно мечтали. Всего за пару дней на кекстартере авторам мини-пивоварни скинули полмиллиона долларов, в то время как для запуска производства им требовалось только 200 тысяч. На странице проекта уже доступно для приобретения несколько наборов. Самый дешевый обойдется в 499 долларов. Имеется даже так называемый «набор для всей семьи», который включает целых три пивных принтера. Доставка в Россию, кстати, тоже доступна. Посылка доберется до покупателей в марте 2016-го. Microsoft объявила, что 12 ноября выпустит крупное обновление для Xbox One, которое позволит запускать на новой консоли игры с Xbox 360. Стоит отметить, что работать будут не все игры с пастген-приставки, их список пока не обнародован. Но Microsoft обещает, что обратную совместимость будут поддерживать не меньше сотни старых игр. Этот апдейт будет представлять собой, по сути, переустановку операционной системы на Windows 10, в которую встроена технология виртуализации, позволяющая запускать часть игр с Xbox 360. Соответственно, полностью изменится интерфейс. Он будет напоминать настольные компьютеры и планшеты, но адаптированные под большие экраны. И появится ряд новых функций. Правда, их не будет очень много. Например, обновление не включит персонального помощника Картана. Над ней пока ведется работа. Ее добавят в следующем году. 16 октября, как вы помните, мы рассказывали, что французский медиагигант Vivendi вернулся на игровой рынок и за 160 миллионов евро приобрел пакет акций издательств GameLoft и Ubisoft. Мы тогда предположили, что Vivendi, возможно, на этом не остановится. Прямо как в воду глядели. Руководство Vivendi, по некоторым данным, намерено выкупить Ubisoft вообще с потрохами. Компания за последнюю неделю увеличила свою долю акций с 6 до 10 процентов, и Ubisoft это совершенно не нравится. Руководитель Ubisoft Ив Гельмо заверяет акционеров и фанатов, что контрольный пакет акций Vivendi не получит и не сможет принимать решения в области разработки и продвижения игр. Однако, если медиаконгломерат продолжит давить, то контрольный пакет в целом Ubisoft вполне может потерять. Вопрос только в том, действительно ли Vivendi собирается снова стать одним из крупнейших игроков на этом рынке, или просто решила проинвестировать свои средства. В 2010-м Ubisoft, кстати, уже приходилось отбиваться от внезапных крупных инвесторов. Тогда это была Electronic Arts, сумевшая приобрести 15 процентов активов, но от нее избавиться все же удалось. 29 октября 1945 года впервые поступили в продажу шариковые ручки. До этого момента они, конечно же, существовали, однако основная масса людей о них знать не знала. В войну такими ручками пользовались английские летчики, а всем остальным приходилось либо писать карандашом, либо перемазываться души чернилами. А вот когда война закончилась, в один прекрасный день, то есть получается ровно 70 лет назад, на прилавок магазина Gimbles в Нью-Йорке выложили невиданный доселе товар – шариковую авторучку. Товар, как водится, сопровождала реклама, но высотой малолетающих тогда американцев соблазнять не стали. Нашли другую приманку – первая ручка, способная писать под водой. И сработала. Ручку по недетской цене в 12 долларов, что тогда равнялось месячному заработку прачки, в первый же день купили 10 тысяч человек. А вот все ли с ней нырнули – этого история не зафиксировала.